Хорошая игра получилась с обилием борьбы, как вверху, так и внизу. На мой взгляд, во втором тайме мы владели инициативой, переломили игру фактически, забив один. Первый гол и второй. Жаль, немного не хотела концовки, наверное, везения больше. Ну и, конечно, в обороне обидные промахи, я не могу сказать, что там прям ошибки, не хватает концентрации нам. Ну, слова благодарности ребятам нашим, что они бились, бились до последнего, оставили все силы на поле, но, к сожалению, не повезло. Не без труда, не без приключений добились все-таки победы, которую можно разделить на несколько частей. Очень трудные первые 20-25 минут борьба за инициативу, борьба за доминирование. По идее, соперник в этот момент ничем не уступал. Потом забили, наладили игру. Играли нормальный футбол до третьего мяча. Потом пропустили нелепый мяч и поплыли, мягко говоря. И закончили, в общем, хорошо, что так. Все могло закончиться по-другому. Хотя могли и четвертый, могли пропустить три. В общем-то, счет не так важен, как важно то, что вот в домашних играх никак не удается сыграть так, с достоинством, с уверенностью в своих силах, пока нас колбасит. Но, тем не менее, благодарен ребятам за ту самоотверженность, которую они проявлялись. Они бились, конечно. Болельщики, как всегда, молодцы. Поддерживали. Надеюсь, что так и будет дальше. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Прошу, пожалуйста. Валерий Кузьмич, на днях прошло интервью нашего бывшего полузащитника Александра Демитко. Там были такие слова. В сравнении с тем же Томском, это я цитирую, В сравнении с тем же Томском, вы довольно тщательно просматривали свои игры. У Валерия не помню еще другой подход. Он говорил, что сильным это не надо. Можете как-то прокомментировать эти слова? Можете как-то объяснить? Я уже объяснял. Эти слова всегда произносились после того, как команда вы будете. Когда команда покидает Премьер-лигу и получает задачу бороться за право с него вернуться, то команда должна, обязана, при воре играть в доминирующий футбол. Команда, от которой ждут этого результата. Поэтому, а, вот психология, о которой я сегодня говорил, она должна была быть. Мы должны играть с позицией силы. Но нельзя «Зенит» заставлять играть от соперника, так же, как ЦСКА, так и здесь. Другое дело, что сейчас несколько сменились акценты, несколько мы поутратили за последние два года состав игроков, который мог это делать. Сейчас, пока мы почти на нынешнем цикле. Если вы обратили внимание, вот стартовый состав – это первые три матча, которые мы играли в этом чемпионате. За исключением, там, Кузнецова, Пугин заменил Кузнецова. Так вот, те игроки, которые с нами были в прошлом году. Они готовы с любым соперником играть вот в такой футбол. А те, кого мы пока приобрели, они еще вот на этом пути. Поэтому Саша прав. Я это говорил. Ну и хотел бы говорить всегда. Сейчас, да, мы в прошлую игру начали играть от соперника. Успешно проиграли. Еще вопрос, прошу вас. Мой Ильич, предстоит мастер с Армавирским торпедо, который, ну, пока до сего момента не пропустил ни одного гола. Есть ли у команды, у нашей команды проблем по вскрытию автобуса и так далее? Я бы не сказал, что они там так играют. Я смотрел уже две игры Армавира. Они играют, там, команда оснащена техничными, как положено, южарным, хорошими игроками. Там, грузинская, армянская, такая диаспора. Поэтому там нет такого, чтобы они стояли и сражались, да? Ну да, судьба пока их баловала. Там много эпизодов, когда они могли пропустить. Но у нас сейчас, вот как раз в этом смысле, по-моему, есть игроки, которые могут это сделать. Так, по форме. Да, у ребят, существует такое, что пора что-то менять. Вот, решили поменять форму. С их стороны-то вы не с вашей? Нет, с их стороны. Чуваев, да, потому что Солосин травмирован, не может играть. Из-за этого мы сейчас лишились, как бы, маневров в составе и так далее. Ну, что делать? Целевика, говорят, кто-то. Можно еще порчеваю? Подождите секунду. Давайте. Я тоже как раз порчеваю, там с его российским паспортом какие-то подвижки есть? Вы получите, но вы благодарите. Не моя тема, сомневаюсь я. По усилению состава вы говорили, что когда ожидается, все-таки вы говорили, что будет? Вот слово «усиление» я не употреблял ни разу. Ухажение. И, в общем, укрепление тоже. Да, пополнение, да, должно быть. Вот сейчас один игрок обследуется, а на следующей неделе, может быть, появится еще один. Но это молодые ребята, которые на вырост мы берем. Спасибо.